всем привет друзья мы продолжаем играть в 1 харви взрыв мозга это реальный взрыв мозга потому что я очень долго проходя эти моменты чем мы опять пойдем к бармену потому что он задолбал меня и говорим с ним бармен коктейль пожалуйста конечно чего желаете пожалуйста один беги дебаги дебаги что мы про закуски с ним говорили знаешь чего не хватит закупки бог здесь выбавший хочешь сейчас еще сейчас тебе случайно это я ночь разве блесневею если про лимона свои рассказывают ничего ничего да как вкусно а еще ищу не хочу жрать я хочу посылка для бармен что это почти стран как бы ты мне моих запасу как бы то ни было мне не нужна ушная сера моих запасах хватит еще прошу прерваться просто мы продолжим сейчас посмотреть ушная сера на ощупь как воск цветом как янтарь всего один пункт скунс коктейль о господи у бармена самые загребущие лапы после брюса ли у брюса ли были тигриные когти эдна не удивительно что он не умел разборчиво писать давайте закажем скунс коктейль мы уже про него говорили ой говорите бармен коктейль пожалуйста конечно чего желать вот скунс коктейль скунс коктейль пожалуйста скунс коктейль сейчас будем как мило даже с трубочкой только что тут так странно пахнет кто-то умер в нем возможно ой ты куда пошла то ты че ты так близко че с ним делать то поговори с ним что ли не стоит это может привести к взрыву да я на тебе хочу использовать на тебе использовать стырись почему что я такого сделал начал существовать фу вот я свинья дураки о я сошла с ума блин почему ты ты на вашу жопу с тобой все в порядке Эдна скажи что нибудь полковник краснокожие кружили форт слава богу все как прежде но как напиток так себе все же ты выпила его до дна да я должна была его уничтожить такой дьявольщине как скунс коктейль не должно быть места на земле на дне я оставила ему окей так у нас есть муха чувак у тебя мухи в коктейлях использовать муху в моем коктейле была муха и может быть сколько же еще пауков нужно туда добавить ты неадекватна вообще окей а я не знаю давайте муху добавим добавим мушную серу потому что я не знаю что еще добавить ушную серу чтобы она стала скрабить можно вдавить муху в ушную серу звучит очень разумно по моему тогда давай сделаем это действительно немного похоже на комара увяжшего в смоле ну это муха увяжшая в ушную серу ну да почти одно и то же теперь мы должны пойти к профессору я скажу муху в ушную серию куда идешь куда идешь куда идешь куда-то вообще не туда ДНК динозавра заключен в янтаре, как и полагается. Как раз то, что нужно для программы разведения динозавров. Можно я возьму его? Единственное. Единственное, без чего я могу обойтись, так это без моего билета для бельевого лифта. Ведь мне больше не нужно ехать в янтарную шахту в Перу. Заключим сделку. Договорились. По рукам. Это и есть билет. Но это же просто вешалка. Я только сейчас поняла. Ну, в общем-то, мы пойдем к этим чувакам. Стоп, а что с королем-то делать? Уже по-любому надо что-то сделать было. Да-да-да-да-да. А, нет, тут нельзя. Пойду-ка я. Да, тут нельзя ничего сделать, так что это было, в принципе, бессмысленно. Ну, там реально больше ничего не сделаешь. Окей, ладно. Чувак, пропусти меня, я следующая. Вешалка номер 3. У меня есть билет. Можно мне посмотреть? Отлично. Это действующий произной, но твоя очередь еще не подошла. Становись в конец и жди, пока не объявят твой номер. Что? У тебя билет номер 3, а перед этим стоит билет номер 2. Но это же бред. Система никогда не ошибается. Сука. Давай поменяюсь с Салюменом. С... Салюмен. Давай. Извини, пожалуйста. Да, мое дитя. Для твоих погодных экспериментов тебе нужна именно эта вешалка. У меня есть другая, не менее хорошая, чем твоя. Ага. И ты хочешь поменяться? Было бы клево. Ну, если это тебя осчастливит. Салюмен, ну я тебя просто обожаю. Ты настоящий друг. Ты настоящий друг. И какая у меня вешалка? Вешалка номер 2. Все, поехали. Блин, ну это... Это самое... Это вот сейчас был самый простой квест, который... Самый простой, не знаю. Вопрос там... У меня есть билет. Можно мне посмотреть? Отлично. Ты можешь пройти. Кстати, я тут не рвала, но я могу разорвать для приличия. О, нарочно. Да, нарочно. Что, поехали? Здорово, чувак. А, у него вешалка номер 1. Ты долго там катаешься, типа? Как вообще так можно в зонтике сидеть? А вот и следующий выход. Ура! И где мы? Давай включим свет. Использовать? Давай. Тут че? На мне уже есть белье. Окей, я заметила. Так, сразу же проверяем. Чуть электрины. Он закрыт в шкафчике. Тут сжигается слишком много электричества. Словно кто-то постоянно забывает выключить свет. Например, я. Это хорошо упаковано. Класс. Подожди, плакат. Мешки. Это хорошо упаковано. А, я не тоже хорошо упаковано. Че, пошли? Пратичная хорошо оснащена. Оснащена, хорошо. Хорошо, что она хорошо оснащена? Где? А, вот мы где. Заму. Пойдем в эту дверь. Блин, как неудобно. В такой... Опять туалет. Умывальник. Нам уже не надо воды. Не надо было вообще. Окей. Шланг какой-то. Я хотела стать пожарником. И всегда была бы совсем не им. А, вот выключатель же. Ну, используй выключатель. А, вот он как. А, взять шланг на выключатель? Я хотела стать пожарником. И всегда... Окей. Извините. Дверь вот эта. Нифига, тут с каким-то слетить можно? Как ты думаешь, Харви? Нажать? Я бы на это посмотрел. Я это сделаю. Ну так сделай. Я это сделаю. Правда? Ну так сделай. Серьезно. Трусишка. Эна. Ну и что теперь? Ничего. Эм. Не надо было этого делать. Это принято не знаю. Окно обзора. Вот. Окно обзора. Окно обзора. Почему не могу нажать-то на нее? Я так и знала. Закрыто. Во. Сручок. А, это тут только ключи. Привет, принцесса. Что ты делаешь в сумасшедшем доме? В сумасшедшем доме? В сумасшедшем доме. Я Эдна. Подожди. Не отвечай. Ты Эдна. Правильно? Откуда ты знаешь это? Есть не так много вещей, которые доктор Марсел скрывает от меня. А, ну, короче, прийти. Например, то, что он держит тебя в башне под замком. Мы товарищи по несчастью. Меня зовут Ключник. Классный. Забавная кличка. Не находишь? Что ты еще знаешь обо мне? Только то, что какая-то темная тайна связывает тебя с доктором. Замалчиваемая темная тайна. Он тратит много времени и энергии на то, чтобы погасить твои воспоминания. Можно сказать, это его личный крестовый поход. И то, что ты находишь снова и снова возможность все вспомнить, заставляет его неистовствовать. Знаешь ли ты, как отсюда выбраться? Ну, он бы выбрался. Что, да? Да, я знаю, как отсюда выбраться. У меня было много времени, чтобы разработать план побега. Только здесь, внутри, у меня связаны руки. Ты же можешь передвигаться свободно. И ты хитра, в отличие от других заключенных. И? Как выглядит твой план? Прежде всего, ты должна оказаться по ту сторону решеток. Для этого нужно сделать копию главного ключа. Мы вместе выйдем из здания. Кстати, дверь в мою камеру этот ключ тоже откроет. Нам понадобится машина, чтобы покинуть территорию. Звучит просто, но... Все вот это. Как оказаться по ту сторону решеток? Ты, конечно, найдешь дорогу. Может, по системе бельевого лифта? В подвале есть еще один выход. Только не рискуй зря. Если ты упадешь там без мягкой подкладки, ты сломаешь себе все кости. И тогда мой план пропадет. Спасибо за заботу. Да, спасибо, чувак. Как мне сделать копию главного ключа? Сначала ты должна найти оригинал. Потом тебе понадобится глина для отпечатка. Печь, чтобы обжечь глину. И немного плавкого металла, чтобы отлить копию. Золото было бы для этого идеально. Ну да, вообще, короче. Где мне найти главный ключ? Это просто. Он есть у охранника. Его зовут Пузырь. Сегодня у Пузыря смена в контрольном помещении на третьем этаже. Он следит за мониторами. Он очень невнимателен. Но что касается ключа, то он как охотничий пес. Вероятно, тебе придется его как-то отвлечь. Как мне найти золото? Хм... Доктор Марсел очень хорошо запирает свои награды, полученные за победы в пол. Единственной альтернативой, которую я вижу, является медаль Адриана за соревнование по сбору сна. Да, с Адрианом еще? Разумеется, Адриан сидит надутый в своей подушечной крепости. Конечно. Его охраняет этот плейбой. Как же его зовут? Дрогельбехер. Фу. Ну ладно. Он такой же придурковатый, как и сам Адриан. Он постоянно играет в угадай мысли. Будет сложно выманить у него медаль. Даже если ты пройдешь мимо Дрогельбехера. Как мне достать глину? Резком исход. Глина, которую выдают на трудовой терапии, полностью переделана в эти отвратительные пепельницы. Пепельницы, я хотела ее взять. Но может тебе чем-то поможет знание того, что фундамент учреждения сооружался на весьма глинистой почве. Как мне найти машину? Наверное, самолёт. Всему свое время. До этого еще далеко. Да, ну да. Я думаю, теперь я знаю, что нужно делать. Удачи, Эдна. Есть ли у тебя еще вопросы? Вот. Почему ты сидишь в одиночной камере? Меня считают опасным. И они правы. Больше тебе ничего не нужно знать. Почему я должна тебе помогать, кстати? Что ты еще знаешь о докторе Марселе? Он больной человек. Его ведет ненависть. После смерти сына он стал злым и сбалмошным. Забирается в своей тайной комнате и истязает электрошоком своих пациентов. Какая-то темная тайна связывает тебя с доктором. Он одержим мыслью погасить твои воспоминания. Этой информации достаточно? Ну да, нормально. Мне не нужна твоя помощь. Я так не думаю. Мне нужно идти. Передавай привет свободе. Да, нормально. Так, еще куда мы можем пойти? А, в конце... Вы кто такие вообще, чуваки? Хоти и Моти? Привет. 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 И еще раз привет. Кто вы? Я Моти. А это мой брат-близнец Хоти. Мы сиамские близнецы. Но ты, конечно же, знала об этом. Хоти и Моти? Это необычные имена. Ну да. Это из-за того, что наш отец Япония. А наша мать-индианка Хопи. Ну ты, конечно, уже догадалась сама. Это видно по миндалевидным глазам Хоти. Почему вы здесь сидите? Мы следим, чтобы никто не украл нашу кровать. Но кровати все одинаковы. А. Тебе это только кажется. Если знать, на что нужно обращать внимание, то различия есть. Это как со мной и Хоти. Мало кто может различать нас. Но со временем все учатся находить отличия. Это как наша тайная сила близнецов. Мы видим различия там, где другие только беспомощно пожимают плечами. Вернемся к кроватям. На первый взгляд все они похожи. Но на этой... Только одна простыня. О! Почему вы носите один сиамский? Глупый вопрос. Для двух свитеров слишком тепло. А. Вы не сиамские близнецы. Верно. Собственно, мы сиамские тройняшки. Но Бротти изучает историю искусства в Париже. Ну да. Он всегда был немного сумасшедший. Я сваливаю. Вы со мной? А, не. Все-таки здесь у нас есть самое мягкое одеяло во всем доме. Да и куда нам идти? На свободу. Пока. Ага. Передай привет свободе. Это у вас устойчивое выражение, что ли? Пойдем куда-нибудь. Ты что, ничего нету больше? В натуре. Только кровать и коридор. Так, это та дверь. Да, это бельевой лифт. А это... Это дверь. Почему на нее нельзя тыкнуть? О, господи, что это. Ай. Забыл. Вот дверь. Вот дверь. А почему ту дверь-то нельзя? Давай к замоку подошли, типа. Мы пошли по пельёму лифту дальше. Вперед! Чувак тут, походу, бесконечно будет кататься. Интересно, и у него ухачивают. А вот и следующий выход. О! И как? Вниз. А вот и следующий выход. Нет, я еще хочу покататься. Как-то можно скиднуть это? О, господин Манделл. А вот и следующий выход. Блин, я хочу с ним поболтать. Вперед! Эй, там! О, новая соседка! Ура! Кто ты такой? Я? Господин Манделл? Необычное имя. Для человека, да. Но я же... Пальто. Понятно. Да нет же, подлинка. Я всего лишь сюртук. Ты что, здесь живешь? Почему бы и нет? Этот лифт располагает всеми удобствами для таких предметов одежды, как я. И в чем же заключаются эти удобства? Ну, есть вот эта перекладина, куда можно поместить вешалку. И здесь сухо. Хорошо. Должно быть, ты знаешь, что предметы одежды довольствуются малым. Я вижу. Смотри, какие. Куда направляется лифт? К сожалению, я не могу тебе этого сказать. Здесь всего три выхода. Один ведет в прачечную в подвале. Там такой прекрасный вид. Куда ведут остальные два выхода, я, увы, забыл. Почему? Ты давно тут висишь? Раньше меня называли господин Тога. Цвет действительно исключительно белый. Чем ты моешься? Ты удивлена. Не правда ли? Я очень горжусь своей бесцветностью. Раньше я был бежевого цвета. Да, отстирался, что ли? Сюда поступает так мало света, что пигменту стало скучно. И он эмигрировал. Здесь водится моль? Не пугай меня. С чего ты взяла? Ты что-то видела? Мне показалось, будто что-то пошевелилось в темноте. Ах, это... Это всего лишь пауки-волки. Тут их очень много. Но, моль, это было бы ужасно. Моя нежная ткань. Ох, мирный. Следующий выход потихоньку приближается? Ну да. У меня такое чувство, что время идет потихоньку, пока мы разговариваем. О, а вот и он. Как это спрыгнуть? Сука. И фиг это пропустишь. А вот и следующий выход. Ну, следующий, следующий выход. О. Почему это так, док? Там было вроде вниз написано. А вот и следующий выход. Вперед. Такая-то с музыкой. Как на ресепшене. Обычно там бывает. А вот и следующий выход. Подожди. А вот и следующий выход. Вперед. Так, окей. А вот и следующий выход. А вот и следующий выход. Только вниз. Я же переломаю себе все кости. Ну, короче, ладно. На этом... А вот и следующий выход. А мы заканчиваем. В общем... Ну, блин. Ну, это... Ну, хватит. На этом все. И мы встретимся в следующей серии. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Ставьте лайки. Рассказывайте друзьям. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.